МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости дня в студии Даниил Добрин. Здравствуйте! О главных событиях региона готовы рассказать корреспонденты ОРТ. В начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чрезвычайный класс пожарной опасности. Оренбуржцев призывают быть предельно осторожными с огнем. Долгожданное открытие. Театр Кугол-Пьеро после грандиозной реконструкции встречает зрителей. Выставки, концерты и праздничный салют. День города в областном центре прошел с размахом. Разгромный счет. Футболисты Оренбурга проиграли локомотиву в очередном туре российской премьер-лиги. Жара отступит лишь с наступлением осени. Прогноз на ближайшие 7 дней от Оренбургского гидрометцентра. И начнем с сообщений от регионального МЧС. Спасатели предупреждают с 30 августа по 5 сентября повсеместно в области сохранится чрезвычайный пятый класс пожарной опасности. Оренбуржцев призывают быть предельно осторожными с огнем. Синоптики прогнозируют высокие дневные температуры, максимально до 36 градусов жары и сильный ветер, что может способствовать быстрому распространению огня. К подробному прогнозу погоды мы еще вернемся в нашем выпуске. А пока к другим темам. До начала учебного года два дня. Все образовательные учреждения Оренбуржия готовы принять учащихся. А кроме того, сегодня еще активно строятся новые и ремонтируются старые школы. Внедряются новые образовательные программы и цифровые технологии, заявил на встрече с журналистами министр образования региона Алексей Пахомов. В Оренбурге построено три новые школы. Еще 22 капитально отремонтированы по президентской программе. На селе открыто 39 компьютерных классов. Они позволят не только преподавать информатику, но и использовать цифровые технологии в полном объеме. По словам министра образования области, бюджет развития образовательной сферы области составил 4,5 миллиарда рублей. Педагоги обеспечены зарплатой равной средней по экономике региона. В новом учебном году в 500 школах Оренбуржия появятся заместители директоров по воспитательной работе. Школьники с 1 по 8 класс перейдут на новый федеральный стандарт образования. Модельные рабочие программы по отдельным предметам. Есть специальный цифровой ресурс онлайн, он абсолютно всем доступен. Это цифровой конструктор уроков, который позволяет каждому педагогу свои собственные планы программы адаптировать к тем изменениям, которые произошли во ВГОСе. Что касается вот такого на виду, на слуху самого большого изменения, это то, что второй иностранный ушел из числа обязательных предметов. С учетом того, что он преподавался один раз в неделю по одному часу, но вопросов в педагогическом сообществе к этому предмету было достаточно много. И, соответственно, это и воспринято очень позитивно. С питанием школьников проблем не возникает, заверяет министр. Попавший в криминальные сводки комбинат школьного питания подросток продолжит работу с образовательными учреждениями. Трехлетний контракт с Министерством образования никто не разрывал. И в продолжение школьной темы. Не путь к знаниям, а полоса препятствий, жалуются жители поселка Мясокомбинат в Орске. Они обеспокоены. Совсем скоро десятки детей пойдут в школу по дороге, которая уже стала представлять опасность для их жизни и здоровья. Детали в материале моих коллег из восточной столицы Оренбуржья. Дети идут в школу, едет машина. Дороги нет вообще. Дети идут в школу, переходить дорогу даже негде. С угла выворачивает машина и может сбить ребенка. С одной стороны дороги лесополоса. Она разрослась и мешает обзору автомобилей, которые мчатся на скорости. А с другой – открытый канализационный колодец и полуразрушенное здание. Между ними узкая тропинка и никаких пешеходных тротуаров. С началом учебного года все это может стать площадкой для серьезных ЧП с участием детей, считают арчане. Неужели у нас администрация не может к этому привести порядок? Местные жители сетуют. Уже не раз обращались в администрацию советского района Орска с просьбой срубить или обрезать хотя бы деревья на обочине в самом опасном месте. Но ВОЗ, как видим, и ныне там. Вечером вообще страшно пройти невозможно. Деревья так наклоняются, что фонарей не видно. Темнота полная. Здесь ничего не видно. Сейчас будет 1 сентября. Дети красиво и нарядные пойдут в школу. Мимо вот этого вот всего баджатника. Здесь вообще ничего никогда у нас не убирается. Еще сложнее ситуация с развалинами старого общежития. Они принадлежат не городу, а частному лицу. Обязать его отремонтировать свою собственность нельзя. Но хотя бы обнести руины забором – это выход. Однако и этим никто почему-то за все лето не озадачился. Официальный запрос администрации Орска о том, каким образом можно все-таки обезопасить этот участок дороги, пока ожидает своего ответа. При службе мэри лишь заверяют – вопросом занимаются. Анна Втюрина, Павел Лещенко, Игорь Платонов. Новости дня. К другим темам. Губернатор Денис Паслер осмотрел ход ремонтных работ в Оренбургской областной филармонии. Ее закрыли для посетителей в прошлом году. И любители народной музыки, классики и джаза с нетерпением ждут открытия главной концертной площадки области. Большой концертный зал уже видоизменился. Проведено его переустройство. Особое внимание уделено сохранению уникальной акустики. Сцена стала больше, она уже готова, завершен ремонт стен и потолка. После пыльных работ обновлена лепнина. На полу паркет из лиственницы. Его изготовили по индивидуальному заказу. Сейчас идет монтаж кресел в зрительном зале, который, кстати, оценил губернатор. Работа идет и в фойе помещения. Сейчас в здании выполнено больше 80% от общего объема работ. Это по-настоящему главная сцена станет города и области. Потому что, конечно же, предыдущее здание и по сцене самой было очень неудобное. Сцена была меньше, не могло встать ровно то, что должно было там разместиться. И звук, и музыка, и освещение, конечно же, все морально давным-давно устарело. Сегодня, конечно, мы видим это абсолютно современнейший объект. Абсолютно все учтено для того, чтобы выступали артисты и группы любого уровня. И это очень важно, потому что, еще раз говорю, главная площадка должна такая, ну хотя бы одна в области иметься. Сегодня она у нас будет, когда мы завершим. Смотрел глава региона и обустройство прилегающей территории. Строители приступили к озеленению. Будет смонтировано освещение и установлены лавочки. Параллельно ведутся работы по отделке фасада здания. Полностью завершить работы на объекте планируется осенью. Выходные в области ознаменовались десятками праздничных мероприятий. В Оренбурге и Орске прошли дни городов, а шахтеры по всей области отметили свой профессиональный день. В день города в областном центре открылся театр «Кукол Пьеро». На капитальный ремонт учреждения культуры закрыли еще в апреле 2021 года. И вот полностью обновленный театр встретил первых зрителей. Торжественное открытие собирает у центрального входа в театр юных оренбуржцев и их родителей. Сказочные герои и оркестр встречают гостей, которые пришли разделить радость с артистами. За 30 лет горожане полюбили его, и коллектив, и много поколений ребят с огромным удовольствием сюда приходили. И я уверен, что еще долгие-долгие годы будут также сюда приходить и радоваться тем представлениям, которые будут здесь демонстрироваться. Оренбургский театр «Кукол Пьеро» открыт! Здание театра построено в 1947 году. Оно уже не отвечало современным требованиям. Здесь заменили инженерные коммуникации, крышу, обновили и внутреннюю отделку театра. Провели перепланировку. В зале на 70 мест появились новые кресла. Установлено современное световое и звуковое оборудование. Сцена. Создана интерактивная площадка для детей. Мы стали мечтать, чтобы это здание было одним из лучших зданий театров в стране. И благодаря многим из вас, тех, кто сидит в этом зале, и эта мечта сегодня сбылась. И эта мечта сбылась. Давайте мечтать, и пусть наши мечты сбываются. Сейчас наконец-то здание преобразовалось, да, и мы видим совершенно новый, обновленный театр. Убежден, для наших детей это будет замечательный подарок. Поэтому огромнейшее спасибо семье Ярилову. Большущее спасибо просто их творческому коллективу, которые имели мечту и ее реализовали. На масштабную реконструкцию потратили порядка 100 миллионов рублей. Деньги из бюджетов разного уровня. Это федеральные, областные и муниципальные средства. Все, чтобы здание получило вторую жизнь, а театр – возможность и дальше радовать юных зрителей своими постановками. Что и сделало трупы артистов. Новый сезон в Пьеро открыли премьерой спектакля под названием «Кит». Наталья Мороз, Татьяна Штылер, Игорь Бероев. Новости дня. Выставки, концерты и праздничный салют. День города в Оренбурге отметили с размахом. Особенно оренбуржцам и гостям города понравились выступления звезд эстрады. Вот нос у нас разводится. Парк имени Ленина. Участники фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» демонстрируют разработки. Ярослав Виньков создал модель системы альтернативных источников питания для города. Продумано все до мелочей. Мосты, они у нас сводятся, разводятся. То есть там внизу под основой представлена микросхема. При нажатии на кнопку микросхема понимает команду от кнопки, и она разводит мосты. Юные инженеры с упоением рассказывают про свои проекты. Глава Оренбурга Сергей Салмин отмечает – каждая площадка уникальна. Большое спасибо ребятам за то, что стараются, готовятся к таким мероприятиям. Ну и, конечно, их руководителям, наставникам, кто передает им свои знания, и они ими здесь делятся. Здесь очень весело, много площадок, где можно развлечься, здесь можно попрыгать, порисовать. Здесь очень классно. Очень понравилось выступление, молодцы ребята, красиво очень. Праздник и в парке Тополя. Выставки, мастер-классы, концерты – День города в самом разгаре. Главная улица Оренбурга. Духовые оркестры города стройными рядами шагают по Советской. Кульминация праздника – выступление приглашенных гостей. Так, на стадионе Оренбурга состоится выступление группы «Раса». А здесь, на площади имени Лина, собрались тысячи людей, чтобы услышать любимые песни в исполнении группы «Отпетые мошенники» и певицы Ирины Дубцовой. Сегодня нашему с вами любимому городу исполнилось 279 лет. И несмотря на то, что он гораздо старше, чем мы с вами, он молод и бодр, потому что город – это вы! День города – праздник, объединяющий горожан всех возрастов. Глава Оренбурга Сергей Салмин говорит, программу сделали разнообразной, чтобы понравилось каждому зрителю. Все эти мероприятия нужны нам для того, чтобы оренбуржцы были вовлечены во все процессы, которые происходят в нас в городе. Ну и, конечно же, в неформальной обстановке, как можно больше проводили время, получали большой заряд эмоций, позитива. И, соответственно, радовались за успехи нашего города вместе со всеми. Залпы салюта и тысячи глаз с восхищением смотрят в небо. Финал дня города по традиции – грандиозный фейерверк. Екатерина Яковлевна, Наталья Мороз, Георгий Брулуцкий, Андрей Булатов, Дмитрий Картус. Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся, и вот что вы увидите во второй части программы. Не переключайтесь. Разгромный счет. Футболисты Оренбурга проиграли локомотиву в очередном туре российской премьер-лиги. Жара отступит лишь с наступлением осени. Прогноз на ближайшие семь дней от Оренбургского гидрометцентра. Мы продолжаем. Позвонки черепах, зубы акул и впервые для нашей области скелет уникального морского присмыкающегося мозазавра. Юные палеонтологи из Орска на раскопках обнаружили уникальные исторические находки на территории Восточного Оренбуржья. В этом году, наверное, у меня улов сегодня неплохой. Нашла я редкий зуб акулы, такой специфичный, несколько белемнитов, несколько позвонков, которые мне потом помогут определить, и пластину химедры. Поселок Ишберда Гайского городского округа, почти 70 километров от Орска. Именно здесь команда геологов-экологов нашла эти уникальные останки. Члены клуба выехали на раскопки в рамках традиционной экспедиции, которая в этом году впервые проходит при поддержке Русского географического общества. Участниками Всероссийской волонтерской палеошколы стали 30 юных арчан. Цель нашей школы заключается в том, чтобы создать макет будущего парка мелового периода. Здесь планируется сделать именно парк мелового периода, так как здесь очень большое скопление останков древних рептилий, акул, которые жили 70 миллионов лет назад. Экспедиции клуба ежегодно завершаются уникальными находками. В прошлом году ребята нашли двухметровый скелет плезиозавра. И успехи на раскопках не остаются незамеченными. В этом году клуб юных геологов-экологов защитил проект, который выиграл в РГО грант на проведение палеошколы. Итогом и стала нынешняя экспедиция. Она рассчитана на 11 дней. Ее самой яркой находкой уже стал скелет мозазавра, вымершего морского присмыкающегося. По мнению палеонтологов, 83 миллиона лет назад эту территорию покрывали воды так называемого Среднего Русского моря. Сочетание теплых и холодных морей вызывало взрыв обилия жизневозможной жизни. Там планктоны, соответственно, рыбы, так называемые экологические цепочки, формировались. И, соответственно, вот такое изобилие всевозможной пещи привлекало сюда большое количество высших хищников. Хищников высшего порядка, тех же самых плезиозавров, а за ними уже и мозазавров. Чтобы экспедиция проходила максимально плодотворно, в ее рядах не только школьники, но и педагоги. Причем некоторые из других регионов. Плюс, конечно, научные сотрудники Оренбургского госуниверситета и Мордовского краеведческого музея. Специалисты учат ребят правильно извлекать палеонтологические материалы и обрабатывать их для дальнейшего хранения. Анна Фтюрина, Алина Валиулина, Николай Баранников. Новости дня. О спорте. Разгром в столице. В очередном туре российской премьер-лиги футболисты Оренбурга проиграли локомотиву. В дебюте матча после обмена острыми атаками гости попали под холодный душ. На нашу беду наконец-то прорвало вечно подающего большие надежды Ивана Игнатьева. За 19 минут он оформил хет-трик. Сначала убежал от трех соперников, а через считанные минуты уже четверо защитников Оренбурга не справились с двумя игроками хозяев. Правда, интригу незамедлительно возродил Сычевой. Он завершил стремительную трехходовку Оренбурга со второй попытки пробив вратаря локомотива Худякова, который, в свою очередь, тут же стал автором голевой передачи через все поле на того же Игнатьева. А форвард опять оставил неудел нашу оборону. После перерыва гости пытались искать шансы в контратаках. В одном из моментов мяч после удара Флорентина угодил в штангу, а вот защита оставалась статичной. Москвичи раз за разом били из выгодных позиций. Очередной такой момент реализовал Керк, а уже в компенсированное время оренбуржцы нарушили правила в своей штрафной, и Миранчук с точки установил окончательный результат. Примечательно, что по ударам наши практически не уступали хозяевам 13-14, а вот реализация железнодорожникам из своих моментов оказалась несоизмеримо выше. Итог 5-1. Они играли проще, быстрее и прямо до ворот с ударом до ворот, и были лучше. Доволены и результатом, и игрой. Сегодня все здорово показали себя абсолютно все линии от проторяда нападающих. И это и есть командная работа. Говоря о сегодняшнем сопернике, при всем уважении к Оренбургу, может быть, сегодня просто не их день, наверное, был. На этой неделе оренбуржцы сыграют дважды. В среду угрозным на кубок, а в субботу примем химки в рамках чемпионата. Анатолий Юденич, Анатолий Филатов. Новости дня. И о погоде на предстоящую неделю. Жара до плюс 36 градусов продержится в Оренбуржье до конца августа. По данным областного гидромедцентра, затянувшаяся жара завершится грозами и резким понижением температуры воздуха. В первой половине недели в области сохранится летний зной. Термометры ночью не опустятся ниже 15 градусов. Днем воздух погреется до 36 градусов жары. В среду местами ожидается сильный ветер. Его порывы достигнут 17 метров в секунду. Не исключены пыльные бури. В среду и четверг ожидается переменная облачность. Погодные условия сильно не изменятся. Температуры будут оставаться такими же высокими. Начало осени и учебного года еще порадует теплом. А вот в ночь на пятницу к региону начнет приближаться холодный атмосферный фронт. Уже в пятницу максимальные температуры составят 25-30. На юго-востоке 31-36. На северо-западе 19-24. И первого числа, и второго, получается, начиная где-то от Беляевки до Крайнего Востока, еще температуры выше 30 градусов. То есть самые холодные в пятницу это будут северо-западные районы. В субботу температурный фон начнет понижаться повсеместно. Похолодание будет сопровождаться дождями и грозой в большинстве районов области. При этом скорость ветра сохранится в пределах 17 метров в секунду. И к следующей рабочей неделе потепление не ожидается. Как сэкономить, при этом купить самый нужный и качественный товар, знают жители Оренбурга и Оренбургской области. Сегодня находка открыла двери сразу четырех магазинов в городе Оренбурге и в пригороде. Все подробности прямо сейчас. Весело, задорно, с позитивом. В Оренбурге одновременно открылись сразу пять магазинов находка. Один из них на кондукторской, два. Как сэкономить деньги и при этом купить качественный товар? Ответ прост. Вам нужна база оптовых цен «Находка». Это более тысячи наименований качественных товаров по народным ценам, которые прошли дегустацию и высокий контроль качества. Оптимальный ассортимент товара – гарантированное качество и свежесть. 85% всего ассортимента приходится на товары ежедневного спроса, что исключает незапланированные покупки, а значит и лишние траты. Ежедневно команда сотрудников «Находка» совместно работает над тем, чтобы каждому покупателю было удобно, выгодно и интересно совершать покупки в нашем магазине. Мы ждем каждого. Все от продуктов питания до бытовой химии, детские товары, канцтовары и одежда – в одном месте. Свежие фрукты и овощи, охлажденное мясо. Все для того, чтобы удовлетворить базовые потребности семьи. И первые покупатели уже оценили все достоинства магазина. Удобно, потому что и подъезд удобный, покупки хорошие, но мы здесь недалеко живем, выбор хороший, цены приятные. Много всего, глаза разбегаются и цены довольно-таки приемлемые. Мне очень нравится, большой выбор ассортимента. То есть в любое время, то есть можно с ребенком пройти, то есть хотели йогурт, взяли йогурт и сок попить. То есть прохладно, вежливый персонал, который можно мне подсказать при выборе. В магазинах находка заботятся о здоровье покупателей и строго следят за свежестью и качеством товара. А еще на кассах защитные экраны, а на полу ограничительные полосы. Так легче соблюдать дистанцию. Еще один плюс находки – здесь ежемесячно появляются более ста наименований новых товаров. Больше информации об акциях и скидках можно узнать в группах находки в социальной сети. Татьяна Штылер, Игорь Бероев, Новости дня. На этом все. Напоминаю еще больше новостей на нашем сайте ОРТ-ТВ.ру. Присоединяйтесь и к группам телеканала в социальных сетях. Теперь и вы – соавторы наших новостей. Если вы стали очевидцем какого-то события или столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, присылайте видео, фото и сообщения в мессенджеры ОРТ. Прямо сейчас номер на вашем экране – 8 987 852 60 11. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.